Зачем я сюда села? Вот за дверью. Это не значит, что мне надо выйти. Это значит, что мне просто тут больше понравилось освещение. Всем привет, мои куколки! Меня зовут Алена и я приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео будет макияж, опять же. Макияж с моей, наверное, самой бюджетной новинкой из такого вот теневого, так скажем, сегмента. В общем, мы с вами будем делать макияж с помощью палетки теней от бюджетной марки Триумф. Это у нас палетка под названием Ньют Палет. В общем, она состоит из 12 оттенков. Вот так вот они все пронумерованные. Тут даже есть краткая инструкция, как их нужно носить. Вот так вот они выглядят. Тут такое вот зеркало, которое абсолютно бесполезное. Очень-очень хлипкий пластик, но это все понятно. Цвета я уже все посвочила. Покажу вам их в более таком вот приближенном варианте. И, наверное, для сегодняшнего макияжа буду использовать фактически все цвета. Честно, я пришла к покупке этим теням абсолютно случайно. Вообще не планировала покупать себе тени для век, потому что у меня идут другие тени для век тоже на тестировании. Но, в общем, не об этом речь. Я зашла абсолютно в стандартный такой вот магазин. Он даже был, по-моему, без названия. И обнаружила там марку от Триумф. Также нашла карандашики от Мисс Тейс. Кстати, с ним тоже будет сегодня макияж, так скажем, губ. И вот эта палетка Тени, девчонки, стоила 177 рублей. Там рядышком лежали маленькие такие вот однушечки. И я спросила, я говорю, это 177 рублей однушечки стоит или вот эта вот палетка? Она говорит, нет, это палетка, однушечки там что-то стоили около 100 рублей. Думаю, ну, куплю палетку, посмотрю, заодно протестирую, покажу вам, можно ли с ней что-либо сделать. И если вам и мне понравится эта палетка, то эффекта нету. Почему бы нет, 177 рублей. Многие могут написать, вот состав отвратительный, все такое, нет. Тут абсолютно нормальный состав, фактически такой же, как в палетке Maybelline The Nudes, да, по-моему, да. Вот, так что ничего такого нет. И вообще, некоторый такой вот бред начинают писать по поводу вот таких вот дешевых палеток, дешевых сегментов, что вот там чуть ли не средства вызывают рак и так далее и тому подобное. Девочки, если бы эти средства вызывали рак, они же предварительно их тестируют, правильно? Если бы они вызывали рак, они бы их не выпустили просто на, так скажем, дешманский рынок, как многие любят называть у нас бюджетную косметику. Давайте по классике жанра начнем с... Сейчас волосы заберу. Начнем с праймера, базы, так скажем, на все лицо. Мы с вами будем оформлять брови, все по классике жанра. Те, кто смотрит меня, постоянно знают, чем я оформляю свои брови, поэтому долго на них останавливаться не будем. Не стала я акцентировать ваше внимание на бровях, как я их оформляю. В общем, вы это все не раз уже видели, поэтому я подумала, что все-таки основной акцент у нас сегодня на палетке теней. Первое, что я буду делать, я буду наносить на все веко вот этот вот оттенок под номером 1. Он такого вот кремового, молочно, такого розового оттенка, даже с персиковым отливом, поэтому посмотрим, как он будет переноситься на веко. Тени очень сыпучи при нанесении на кисточку. Но, тем не менее, довольно-таки пигментированные. И вот этот вот первый оттенок, он с каким-то шиммером, я понять не могу, но очень-очень мелкий шиммер. Теперь я беру вот этот вот оттенок, он у нас под номером 8, и прорабатываю им складку века. И вот такую вот пушистую кисточку. Та же самая песня, очень сильно пылит. Но, тем не менее, посмотрите на пигментацию. Теперь я беру ту кисточку, которая наносила самый первый оттенок, и растушевываю этот цвет в складке. И оттенок, который я буду носить в складку века, это будет вот этот вот оттенок под номером у нас 10. Вот этот вот оттенок. Такой кирпично-розово-красный. Сейчас чмокну, сейчас неприятно, да? Тем более с микрофоном. Он матовый, так же буду его наносить на ту кисточку, которой наносила первый цвет в складке, и буду так же наносить его, повторюсь, на складку. Теперь мы возьмем вот этот вот оттенок. Он у нас под номером 9. И растушуем им всю нашу вот эту конструкцию. Чуть-чуть подтушуем, так скажем. Теперь я возьму кисточку-карандаш, такую вот плотную. Наберу на нее вот этот вот темно-болотно-зеленый оттенок. Вот этот вот. Он у нас нумеруется под номером 4. Вот этот вот. И так же подведу немножечко складку, но уже ближе к ресничному краю. То есть как бы рисуем стрелку чуть выше, так скажем, наших ресниц. То есть вот она стрелка непосредственно в складке века. Теперь нам нужно все это дело подтушевать. Для этого я беру абсолютно чистую кисточку, такую вот пушистую, немножко неадекватной формы, и немножко подтушевываю. Вот такой вот эффект у меня получается. Теперь я возьму, опять же, эту кисточку, которая карандаш. Наберу на нее, перемешав вот эти вот три оттенка. Зеленый, вот этот вот оттенок, вот этот вот, вот эту троечку. И подведу нижнее веко. Теперь я возьму кисточку для нижнего века. Наберу на нее вот этот вот светлый оттенок. Вот этот посередке, который у нас девятый, опять же повторюсь. И растушую им нижнее веко. Подтушую, так скажем. Теперь, в принципе, этот макияж по той же схеме, которую я делала, макияж с палеткой Avon, вот этот вот Pink Makeup, по той же самой практически схеме. Теперь я беру самый-самый темный оттенок из этой палетки. Он у нас нумеруется под номером 11. И прорабатываю им складку. Не складку, а внешний угол глаза. Ну, неплохо-неплохо, откровенно говоря. Прям даже очень-очень-очень. Такая картина у меня получается. Я думаю, вам, в принципе, довольно-таки хорошо видно. Дальше я буду заполнять вот середину нашего века. Верхнего. И я заполню этот промежуток, так скажем, вот этим вот голубым цветом красивым. Он у нас под номером 6. Теперь мы возьмем с вами вот этот вот оттенок под номером 2. Набираем на эту же самую кисточку и продвигаем наш вот этот вот цвет к внутреннему уголку. Но не доводим прям до внутреннего. Вот, девчонки, без вранья, мне кажется, на глазах создается эффект, по крайней мере, я вижу это в зеркале, эффект вот этих вот модных влажных глаз, потому что между собой оттенки очень хорошо перетушевываются и реально создают какую-то общую гамму. Не так, что плямбой там один цвет, плямбой другой. В общем, мне вот правда очень нравится. Так, теперь мы берем с вами, так, 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 ту кисточку для нижнего века, где она у меня вот. И добавляем также голубой оттенок на нижнее веко и также добавляем самый темный ближе к внешнему уголку. Все, фактически макияж глаз закончен. Осталось у нас самый последний оттенок, остался самый последний оттенок. Вот этот вот, абсолютно белый матовый, он у нас под оттенком 12, хотя он немножко на свету отдает в розовый цвет. Мы им немножко высветлим зоны под бровью. Слышите, как мне стул скрепит? Высветлим немножко места под бровью. Вот такой вот макияж получился. Теперь я хочу сделать стрелку с помощью теней и буду делать ее вот с этим вот цветом. Скошенная кисточка и оттенок номер 4. Все, макияж глаз с помощью этой палетки готов. Теперь осталось дело за малым, это прокрасить ресницы. И я подумаю, клеить ли мне пучки сюда или нет. В общем, сейчас посмотрим, может сейчас ресницы такие будут длинные, что я скажу, нет, не надо. В общем, вот такие вот глаза у меня получились. Не буду я добавлять накладные ресницы, не хочу. Сейчас я нанесу тон, в общем, оформлю свое лицо. И когда уже дело перейдет к макияжу губ, я вернусь к вам и посмотрим, как смотрится нашумевший, так скажем, карандаш от Miss Stace. В общем, вот такой вот мы с вами макияж забабахали, так скажем. Теперь перейдем к карандашику. Это у меня карандаш для губ от Miss Stace в оттенке 769. Вообще, я его как бы не купила бы, если бы меня на эту покупку не сподвигнула Лилия Бьюти Ворд. У нее увидела этот карандаш, то, что он с лиловым подтоном. Вообще, я люблю все помады именно с лиловым подтоном, потому что мне они больше всего идут, и как бы мои зрители зубы выбеливают, и, в общем, губы увеличивает. Я решила купить такой карандаш. Нашла, купила. В общем, давайте я сейчас его нанесу и посмотрим, как он смотрится. Носить я его буду и как карандаш, и как помаду. В общем, вот так вот выглядит карандаш на губах. В принципе, довольно-таки неплохо он смотрится. На камере он более малиновый какой-то подтон имеет, но в жизни он именно с тем подтоном, с которым мне нужно. Ну вот, девчонки, это был, в принципе, весь мой затест, так скажем. В заключении хочу сказать, что палетка очень достойная за ее стоимость. Цвета очень пигментированные, очень хорошо между собой миксуются, перетушевываются. Я знаю, что у этих именно палеток Nude Palette от Triumph есть несколько оттенков. У меня на упаковке написано, что это оттенок 02. Еще есть 01, но там какие-то более голубые оттенки. И, по-моему, есть еще третий. В качестве подводки нет, потому что они очень сильно осыпаются. Но когда вы их наносите на вейки с помощью каких-либо пушистых кисточек, то ничего не осыпается. И посмотрим, как они будут держаться. Но на глазах они смотрятся, я считаю, очень-очень достойно, очень красиво. Опять же, повторюсь, между собой хорошо перетушевываются. И, в принципе, я очень осталась довольна этой покупкой, этой бюджетной, так скажем, покупкой. И буду с удовольствием ими пользоваться. Всем, кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. Я вас всех очень сильно люблю. Пока!